По этим кадрам жители дома тут же узнали своего соседа. Мужчина 75-летний несколько минут стоит возле липы и осторожно осматривается по сторонам, после чего руками ломает дерево и уходит. За этой картиной наблюдает его внук. Резидент Софиулина огорчена поступком соседа больше всех. Первую липу у неё сломали ещё весной. Всё это время женщина ухаживала за деревом, чтобы она пустила побеги. Но буквально на днях снова получила удар. Теперь же сломали вторую липу. Я подпилю аккуратненько, покрашу краской и она пойдёт уже пушистой. Побеги пустят и будет как кустарник. Несмотря на доказательства, многие жители заступали за мужчину. Да и сам он в содеянном не сознавался. Мы вчера в сад только приехали. Вы что говорите? То есть вы не срывали ничего? Нет, конечно. Он откуда будет сломать, там липку. Там пьяный постоянно собирается. Пьяных никого не фотографирует. А фотографирует невинных пенсионеров. Многие жители считают, что липу мужчина сорвал из-за мести. Оказывается, собственница деревьев неоднократно конфликтовала с соседями. По словам местных жителей, петуньи на козырьке, липы и другие насаждения во дворе радость приносят лишь их хозяйке. Такую тяжесть она поставила на козырёк. Залезает через корточку. Если бы она имела право там разводить цветы, там бы была дверь. Пожарная безопасность. Это вообще не разрешается. Там проходит газовая труба. Нескончаемые ссоры и перебранки во дворе длятся уже почти 8 лет. По словам людей, они вместо резиды Софиулиной назначили нового председателя дома. Но официально об этом знают только жители. Я ещё подтверждаю и официально заявляю, что там нет председателя совета дома на сегодняшнюю минуту. В комитете собственников жилья Приволжского района также заявили, что жителям, несмотря на все разбирательства, всё-таки необходимо договориться и выбрать председателя совета дома. Свой выбор оформить официально, а также составить протокол собрания. Пока решением вопроса, касающихся дома, двора и благоустройства территории занимаются активисты в лице той же резиды Софиулиной. А это не устраивает часть жителей дома. Суды между ними идут регулярно. Причём инцидент с липами дал повод к очередному заседанию. Татья 20.1 Кодекса об административном правонарушении относит данные действия к мелкому хулиганству. И на лицо наказывается штрафом от 500 до 1000 рублей, либо же административным арестом на отсуток. Сегодня женщина отправила жалобу участковому и намерена писать заявление в правоохранительные органы с приложением видеодоказательства.